Значит, мы в прошлый раз закончили, насколько я помню, разговор о Бахе и Бумпакуде. Увидели его тоже, мы говорили о синкретизме Ицхака Исраэля. Бахе и Бумпакуда тоже, в общем, является мыслителем, который вобрал в себя самые разные влияния. От Калама, и аристотелизма, и неоплатонизма, до суфизма, в общем, по сути дела, весь спектр самых разных направлений, о которых мы говорили, он в себя вобрал. И сегодня мы поговорим о другом его современнике, относительно, как я уже говорил, точных дат жизни Бахи и Бумпакуды единства нет, мы о нем очень мало знаем. И сегодня мы поговорим о Шлома и Бангвироле, Соломоне и Бангвироле, который жил в XI веке, прожил не очень долгую жизнь, но его фигура окутана самыми разными. Андрюша, у меня зон, перезвоню потом. Его фигура окутана самыми разными интересными историями. Ну, во-первых, он известен, конечно, как, в первую очередь, как поэт, и долгое время именно так он был известен. Многие его стихотворные сочинения вошли в литургию, например, в кино Тишабааф, есть его произведения. Он представитель, один из ярких представителей Золотого века евритской поэзии. Собственно говоря, как поэт он больше всего и был известен до почти конца XIX века. Еще он известен как тот, кто вроде бы занимался аллегорической интерпретацией писания. Но у нас нет его произведений, у нас нет соответствующих текстов, у нас есть лишь отрывки, которые цитирует Авраам и Бенезра в своем комментарии, говоря о том, что вот был такой мудрец, Соломон и Бенгвероль, который интерпретировал писание, он не говорит аллегорически, но он говорит о том, что он вскрывал истинный смысл писания в очень сложных местах. И цитирует его, есть соответствующие как бы цитаты, насколько они действительно принадлежат Ибнгверолю мы не знаем, но если полагаться на Авраама и Бенезру, то вроде бы да. Ему приписывается произведение, которое называется «Тикун Мидот Ганефиш» «Исправление качества души». Я его процитировал на иврите, но вообще-то говоря, оригинал арабский он писал на иврите, кроме поэзии, естественно, поэзию он писал на иврите. И относительно этого произведения тоже нет полной уверенности в том, что автором является его Соломон и Бенгвероль, но тем не менее большинство исследователей все-таки склонны считать, что да, это произведение о душе человека, то есть это использование тех источников, которые мы могли бы назвать психологическими, но психология в античности – это наука о душе, это в первую очередь произведение, соответствующее Аристотелю, которое так и называется, наука, который так и называется, трактат о душе. И помимо этого еще и различные произведения таких авторов, как Гален и так далее, которые связаны вроде бы с медициной, но на самом деле в том числе говорят о различных качествах человека на основе так называемой гуморайдальной теории, теории четырех жидкостей, и вы наверняка о ней, может быть, не в таком названии слышали, да, меланхолик, сангвиник там и так далее, это все вот как бы оттуда, от этой античной теории четырех жидкостей, которые определяют темперамент человека, собственно, само слово темпераментум – это смесь, да, вот смесь этих жидкостей, она определяет некие наклонности, характер человека, и в этом произведении Бенгвероль, если это он написал, он это использует. Кроме того, по поводу Бенгвероля есть легенда, что он сделал себе что-то вроде голема, правда, женщину, какой-то такой странную помощницу. Он, надо сказать, что он не был женат, и, как я уже говорю, прожил не очень продолжительную жизнь. Ну, и если говорить о его творчестве философском, то до определенного момента считалось, что главным его философским произведением является поэма, поэма философская, которая называется «Кетер Малхут», она написана как раз на иврите, «Царский венец», это поэтическое произведение, которое, в общем, на самом деле является действительно философской поэмой, и, возможно, даже единственной написанной в Средние века, или, ну, точно первой, которая была написана в Средние века. Но при всем при том, со временем, и почему это заняло столько времени, не очень понятно до сих пор, а именно в конце XIX века выяснилось, что он является автором произведения, которое на латинском называется «Фон Светаи», что-то вроде «Источник жизни», так можно перевести. И такой исследователь Шлома Мунк установил, что на самом деле автором является Шлома и Бангверон. А до вот этого открытия Мунка все полагали, что автор этого текста, который дошел до нас вот в латинской как раз версии, полный текст, но на латинский он был переведен с арабского, и мыслители христианские считали, что этот текст был написан арабом, авицеброуном, который на самом деле является христианином. Мы, в общем, поймем, почему они так полагали.